всем привет это канал туманов play с вами владимир и мы идем дрейк идет за сокровищем огромный корабль посреди пещеры сэм куда-то уплыл на лодке и мне предстоит проделать грандиозный путь чтобы добраться до туда потому что мне придется плыть лодки нет у меня это все приходится делать вручную вручную ну ладно тут в принципе не так далеко а я я что это такое развалить корабль решили кто стрельнул то я не пойму ли что-то взорвали там мне надо быстрее вот как раз мне вход мне вход открыли вот на корабль ну-ка жарковато здесь стало ребята наемников повалили этим взрывом так это опасно открытый огонь может корабль сгореть просто и все вместе с сокровищем надо быстрее пробираться искать где это сокровище да хорош чего вы творите то сэма надо найти первым делом братан ты где так 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 ну-ка оглядеться куда мне как залезть как залезть что делать мне подожди походу отсюда не залезть а вот сюда идем вот те пожалуйста сокровища только их его очень много сокровища этого зачем было взрывать то я не пойму сейчас тут все сгорит где сам а сам вон и его завалило надо как-то его вытаскивать до живое живой из-за него мы чуть все не погибли я его забираю нет вряд ли ты получил сокровище отдай мне моего брата после всего что он сделал благородно но нет еще немного и мы все тут погибнем этого хочешь нет конечно ну что он один рад видит тебя живой будет душка и забери у него пистолет не будет она этого давай сюда и ты правда ему доверяешь не твое дело чему эти провокации ней мы с на один партнеры а я всегда честен с партнерами встань туда а вот вы с братом всегда злоупотребляли моим великодуши пытались обойти меня это будет вам хорошим так все бросай что делаешь давай пистолет на день повторять не стану все доигрался ты делаешь просто невероятную глупость посмотри хватит дурака ты что посмотри но смотрю два скелета и что я мало что понимаю в истории но даже мне ясно кто это просвети нас кто это я верить и они убили друг друга но убили что теперь все кто одержим сокровищем получает свое что бросишь нас тут погибать я ухожу а что с вами будет мне плевать один стой прощай прощай все так ладно надо сама спасти она ушла давай помоги мне мы выберемся так не пойдет помоги мне сэмом а я помогу открыть дверь нет я же не получу радости не от одной монетки знаю что ты и твой никчемный братец еще коптите небо давай потом как-нибудь потренируемся пиктовать заткнись уже что совсем дурной тихо 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 ты что делаешь не так так не пойдет так не пойдет о чем не сделать надо мне надо схватить тоже кинжал где где сабля это ну-ка тихо до этого же не было такого да тихо ты че зачем меня рубишь то а как ему надо втащить как-то где второй кинжал там меч клинок где да пошел ты я уворачиваться умею понял тихо 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 найти я не позволю парочки мелких варюк старому пройдохи и вышедший в тираж репортерши меня обойти пошел нафиг понял раз тебе так дороги эти остолопы я отправлю их следом за тобой вот это дело никого ты не отправишь понял на сразимся вот так получай давай 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 защищайся лупи как следует раз уж пошла такая возня тихо 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 ты че творишь там сэм сгорит сейчас вы че блин увлеклись ребята сэма надо спасти дурачок блин че ты делаешь мне бы сейчас бы могли бы хоть монет в карманы набрать засвалить отсюда полудурок тихо 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 че он делает ну а где мой выход то ё-моё сцепились хорош вот это не надо так не надо вот этого отходи отсюда это он про себя говорил будет немного больно спасите сэма вы че блин че за затуп такой получился надо спасти сэма реально он вон лежит уже почти в огне да хорош больно же так как пираты сражаются только шляп не хватает так 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 тихо тихо че ты делаешь на хватит уже драться понял кто сильнее это плохо ребята без меча остался с манией величия который даже фехтовать сэм там лежит у него пистолет по-любому есть он сейчас очнется эй а вот так вот даже пускай так ладно да как так нет нет не так ловишь а ё-моё все что за заруб такой пошел он быстрый какой-то сильно сильно бьет осталось на блюдечке с каёбочкой отвали от меня дай мне встать нормально поговорим как следует о сломал мне меч хочешь сокровищ на получай забирай он отвязал просто все его раздавила золотом ну тут реально много сокровища как бы это все бы забрать бы без всяких этих переделок все сгорит же сейчас да есть смысл как нету слушай слушай меня я мечтал найти сокровище с тобой в смысле уходи ты чё давай я должен знать что ты выбрался да не нельзя так уходить надо спасти его все взлетит на воздух мы из пушки сейчас пальмем тебя вода 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 все потушит так его сейчас затопит ему дышать нечем будет ты чё а так проще выбраться будет вот видишь все нашли выход зато выходим теперь все блин сокровище все затонуло сокровище все падает быстрее куда надо свалить то где сэм не ну давай попробуем проплыть мне кажется надо вот здесь проплыть сэм погнали ничего не слышно или оглушил или чего сейчас корабль на нас завалится черт как так придется под водой плыть всплывай быстрее сейчас кислород закончится вообще все падает скалы падают все все рушится белый свет вот и все вот и обалдеть забудьте про сокровище не ну как так без сокровища домой поехали надо будет вернуться его и добыть будем вести раскопки потом ладно сэм главное жив братишка я тебя не бросил я тебя спас все будут теперь говорить об этом что нейтан дрейк молодец спас братишку ну все взяли да вроде все а что забыли то можно продать может все таки подбросить спасибо но я люблю летать с комфортом с коктейлями и откидными креслами и ну что нам с ней о многом надо поговорить это точно и что больше не звонил среди ночи последний разок обещаю спасибо береги себя и не пропадай будешь в городе с меня пиво это я запомню а потом кролик все равно сбежал и оставил много неожиданностей прямо у директрисы на кровати ну что и рассказываешь про твое увлечение фокусами придурок какой был псевдоним скажи великий нейтан не понял что тут смешно его оправдание могу сказать он был и правда крут ну сэм знакомство с тобой было приключением а жмем руки ну нет давай-ка по взрослому присмотри там за этим истолопом присмотрю я догоню ага хорошая и похоже за что-то тебя любит похоже слушай предложение в силе спасибо конечно но нет если ты боишься нас стеснить брось мы все обсуждим совсем не в этом то есть и в этом тоже но просто я думал что после сокровища эвери я успокоюсь а я наоборот почувствовал внутри какую-то пустоту да знаешь каким бы классным не было приключением в итоге всегда это пустота и однажды надо просто выбрать что оставить себе а от чего отказаться ну я пока не готов выбирать к тому же ты больше меня повидал древних городов и меня это напрягает так что я тебя парочка оставил ну спасибо ну чтоers нам пора аго ээээээээ сэм мы крутые Это точно, брат. Иди встань. Не делай ничего, чтобы не сделал я. Давай уже, катись. Огоньку бы. Ага. Ну, Виктор, какие планы? Пока меня не втянули в это, я работал над одним деловым предложением. Деловым? Опасно ли? Ну, с этими людьми всегда так. А у меня как раз есть подходящий человечек для таких дел. Только что из тюрьмы вышел. Даже не знаю. Ему можно верить? Конечно. Португальский знает? Когда seu marido voltar para casa? Переведи. Когда возвращается твой муж? В общем, они спелись, так скажем. Пожарай. Хотя сначала у Салли было недоверие к Сэму. Это перебор. Доброе утро. Это уж точно. Утро доброе. Ладно, сдаюсь. Что происходит? У нас большой контракт? О, даже лучше. Сегодня я продаю Джеймсон Марин. Да ладно. Ага. Ух ты. Ну, здорово. Тебя, наверное, можно поздравить. Пока нет. Но, думаю, все пройдет гладко. Покупатель жесткий. Но мы с ним поторговались и пришли к соглашению. Это прекрасно. Да. А ты останешься? Нет, 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 нет. Я хочу, наконец, расслабиться. С семьей побыть. Порыбачить опять же. Молодец. А что за олух? Все это купил. А, ты и купил. Что? Хватит прикалываться. Я не прикалываюсь. Стой, Джеймсон. Эй, 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 погоди. Привет. Доброе утро. Ты что здесь делаешь? Я хочу осмотреть будущее владения. Ключи я ему уже отдал. Так это что, серьезно? Нейт, не сомневайся. Это будет очень хорошее уважение. Решайся. В общем, звоните. Ладно. Привет. Привет. Ты, ты покупаешь Джеймсон Марин? Мы покупаем Джеймсон Марин. Ну, ясно. Супер. Зачем? Ну, я слышала про какой-то затонувший корабль у берегов Малайзии. Думаю, это для нас. Нет. Мы же еле выбрались живыми из Либерталии. Да. Опять нелегальная работа. Мы поедем за сокровищем. Знаешь, чем это может кончиться. Ну, почему нелегальная? Вот. Этим утром пришли. Все легально. Разрешение? Да. У меня там остались контакты. Они сумели утрясти для меня этот вопрос. Так, кстати, не пришлось никому на лапу давать. Это хорошо, потому что денег на взятки у нас все равно нет. Ну-ка. У нас есть сокровище. Руку протяни. В Малайзии. Руку протяни. Давай. Понял? Охренеть. Откуда это? В кармане у себя нашла. И еще целую кучу. Кучу? Сэм. Он такой ловкий. Да. Конечно, большая часть уйдет на эту покупку. Ну и на видеоаппаратуру. Будем снимать репортаж. Надо взять команду, все заснять и возродить мою программу. Милая, а как же наша нормальная жизнь? Думаю, в своих попытках вести нормальную жизнь мы слегка перегнули. Милая, слушай. Я поняла, что я тоже. Я скучаю по приключениям. И по нам скучаю. Теперь мы можем делать то, что любим. Но только с этого дня мы все делаем строго по закону, ясно? И я отвечаю за всю съемку. Своей. Жутко дорогой камеры. Ух ты. Ты действительно все продумала. Ну так. Но слушай, если не хочешь, только скажи, и мы все отменим. Сейчас прям. Нет, 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 нет. Не будем лишать Джеймсона, его раннего выхода на пенсию. Это жестоко. Ну да. Но будет непросто. Как и все интересное. Ну? Что скажешь, Натан Дрейк? Почему нет? Но только я не работаю с бумагами. Наймите бухгалтера или кого-то, кто с бумагой. Да, у меня же будет камера. А на мне дайвинг, я тоже занят. Ну что ж. Ладно, тогда по очереди. Да. Или можем в игру сыграть? Серьезно? Да, я тренировался. Я уже крут. Уже скорость реакции прокачалась вообще. Ну я же не могу. Правда? Я не могу так с тобой поступить. Боишься продуть? Я ни капельки не боюсь. По 10-балльной шкале. Как сильно ты боишься? Ну на троечку. По-моему, там все 11. Что? Потому что я тебя сделаю. Да? Да. Боже. Это? Ладно. Все. Напросился. Да хорош он проиграет сейчас. Побежал. Ничего он не тренировался. Он был в приключениях. Лена, не верь ему. Подожди, я прыгаю. Подожди, прыжок. Как мне это пройти? Да хорош, сейчас догонит. Я правда тренировался. Слушай. Все получается. Почти. Почти, почти. Еще одна попытка. Но могло получиться все. Давай он катится. Надо как-то там раньше прыгать было. Хе-хе. Так. А, я еще вот так могу. Давай, 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 давай. Сейчас я ее выиграю. Лена, я побью твой рекорд. Все. Это было три. Три жизни всего было. Вот я и продул. Эх. Хе-хе-хе. А, это не я играл. Это совсем не я играл. Где они? Где-то играла девочка какая-то. А что за девочка? Очень на Лену похоже. Эпилог. Это дочь Лены с Дрейком. Нейтан Дрейк все-таки родил дочь. Ребята. Мама, папа, вы дома? Никого нету. Только собака здесь. Anybody home? Кто дома, ребята? Есть кто дома? Что у нас тут? У мамы странные вкусы. Но это мне нравится. Ладно, хватит. Да, поиграли, хватит. Ну-ка, идем за собакой. Они нас бросили. Они уехали в приключения куда-то. Дома срач. Никто не убрался. Ладно. Придется нам убираться с тобой, песик. Мы сидим в маленьком кафе на оживленной Гаванской улице и пьем, пожалуй, лучший экспресса в моей жизни. Не нужно ничего делать. Никто нас не преследует. Странно это. Уйти на покой. Хорошо, но странно. Сэм теребит меня, мол, скажи, пусть к нашему приезду забьет холодильник хорошим пивом. Его слова, не мои. А еще он напомнил мне, что ты проиграл спор. Причем нам обоим. Мы не курим уже 12 месяцев. А я, между прочим, на Кубе. Представляешь, как тяжело мне тут быть паенькой. Скажи девочкам, что мы их любим. Передай Кэсси, чтобы достала нарды и подготовилась. Я требую реванша. Увидимся через пару недель. Скучаю по всем вам, ваш друг Виктор. Это Салли. Письмо написал. Ну-ка, подожди, переверни. Там была какая-то фотография. Подожди. Это Сэм и Салли вместе. Они сработались. И куда идти? Давай на улицу выйдем. Чего мы тут по дому лазим? Муж, мама, папа на улице. Море, ребята. Как красиво-то, а? А слушай, неплохо живу. Так домик такой, ну, небольшой. И все круто у побережья моря. Повидайте мир, помогите нуждающимся. У вас есть шанс провести месяц среди незабываемых красот Индии. Прикоснитесь к экзотической культуре, посетите древние храмы, поторгуйтесь на рынках и собственными глазами взгляните на легендарный Тадж-Махал. А также проведите неделю в сиротском приюте в Дехарадуне, играя с маленькими детьми и обучая их английскому. Увлекательное, волнующее, незабываемое приключение. Так, ладно, понятно. Журнал. Журнал, реклама, все как надо. Гамак даже есть у нас. В доме есть гамак. Все супер, вышло на песок. Отлично. Где мама, папа? Где остальной экипаж? Здесь и вон беседка хорошая, можно отдохнуть. Так, а это что? Это уже другой какой-то дом. Ладно, я предлагаю плыть. Пес меня ждет уже. Тут есть кто? Никого нет? Ладно. Девочка, не ходи одна. Че ладно-то? Поговори с псом. Привет, Вики. А ну-ка, где мама с папой? Искать. Давай, ищи. Ну? Вот как? Ладно, сама найду. А где найду? Значит, в другом доме. Вон, ну-ка, подожди. Значит, у нас тут несколько домов. Тут никого нет. Мы на необитаемом острове, похоже. А мы не на этом ли острове, где затонул, получается, корабль-то с сокровищами? Так, ладно, давай проверим. Два костюма. Один красный, другой синий. Наверное, мама с папой плавают. Тут закрыто. Ну, пошли, есть еще дверь. Есть другая дверь. Есть другая дверь, и мы в нее зайдем. Давай, заходи. Здесь их тоже нет. Ладно, тогда просто подожди. Ух ты. Хорошо очищено. Здесь все исследования, похоже, мамы с папой. Он разобрался. Вот это моя любимая экспедиция. Тут я всю дорогу тусила с Салли. Это я помню. Ну, нажми, я не могу дотянуться. Хвост трубой, глаза горят. Понятно. Здесь куча всего. На стене запечатлены моменты разные, жизненные. Очень много непонятного, но это ладно. Баллоны с кислородом. Здесь какие-то фотографии висят. Проявляли, наверное, откуда-то с каких-нибудь экспедиций следующих. Во! Пожалуйста, с Салли, с Леной. Вернем обратно, ладно. Пускай лежит. Ну, и в шкаф стоит заглянуть. Что вы там прячете? Не знаю. Давай еще раз дерни. Что-то спрятано там. Смешные. Ну, так. Ключи от чего? Ключи забыл. Ключи забыл. Ключи забыл. Иначе мы можем открыть. Не выйдет. Ничего не... Чего прячут? Выйдет. Давай открывай, посмотрим. Ух ты. Находки всякие разные. А вот крест... Что это? Распятие. Черепок. Ну как, в приключениях были всякие разные, там столько черепов было. Но этот особенный, наверное, я не помню, откуда это вообще. Это ключ. Шестнадцатый век. Откуда это? Давай, положи, не трогай. Не трогай вещи чужие. Ежедневник. Это... Да, это записки матери. Дрейка. Это очень ценно. Не надо это... Не надо это открывать. Ого. О, господи. Ого. Генри Эвери. Ганг и Савай. В издании истории пиратства, который купила Эвелин, есть текст. Который не встречается в более поздних изданиях. Если мне удастся проследить путь Эвери, возможно, я смогу вычислить, где находятся его сокровища. Генри Эвери. 1659-1699 год. Также известен, как Бенджамин Бринджмен. Длинный Бен. Король пиратов. Верховный пират. Печать. Захватил корабль Ганг и Савай. Полный монгольских сокровищ. И скрылся с добычей. Огромной ценности. Возможно, объединился с другими пиратами в районе Мадагаскара, чтобы продолжить нападение на корабли. Стоит обратить внимание на Томаса Тью. Погиб в бою. Ричард Вонта. Уильма Мейса и других. История пиратства известна преувеличениями и банальным враньем. Однако, правды на этих страницах куда больше, чем думает большинство. Куда он отправился? Карта. Без понятия. Корабль, на котором находился Бернс, сбился с курса во время шторма, после чего его захватили в районе Панамы испанцы. Не повезло. Эвери очень хорошо запутывает следы. Чувствую, что этот путь меня никуда не приведет. Ясно, что единственная надежда найти сокровища Эвери – это наш дорогой Бернс. Нужно побольше узнать про Панаму. Отметки на карте по часовой стрелке с правого верхнего угла. Баб-эль-Мандебский пролив захват Ганг и Цавае. Остров. Ну, это, в общем, все-все-все написано. Залегли на дно. Так, так, так. Последнее известное место нахождения Эвери – Шотландия, 1699. Ладно, в общем, куча всяких отметок, где могли быть сокровища, куда они проследовали. И много-много всего. Я думаю, смысла этого читать нет. Либо, если, может быть, выпустят какую-то новую серию, где будет интересно посмотреть, почитать. Можно фото глянуть. Переверни. Да, вот, да. Это папа? Папа, да, конечно, папа. Сик Парвис Магна. Великая начинается с малого. Да, да. А тут что? Еще фотография. Чего? Как тебе фоточка? О, черт. Черт. А, вот ты где. Привет. Мы тебя искали. Ты что делаешь? Да вот вас ищу. Мы все погрузили. Идем. Мне тут нужна еще минуточка. Зачем? Мне надо... Взять... Что такое, Кэсси? Ладно. Не злись. Все на месте. Она ничего не брала, я точно знаю. Говорю же, не злись. Ключи. Что ты видела? Да ничего. Ну, вот только фотку с дядей Салли. И с каким-то испанским сокровищем. И с ружьем. И с ружьем. Мы нашли все-таки кучу сокровищ. Да. Да. Это должно было случиться. Может, пора рассказать? Она еще не готова. К чему? К этой вашей хрени в шкафу? Манеры. Да, манеры. Пардон. Ну, что я поделаю, если у вас там реально скелеты? По крайней мере, череп вот лежит серебряный. Вообще-то, я еще не готов. Правда. Нейт, пора ей рассказать. Да, пора, конечно. Так, подождите, а о чем рассказать? Она ребенок. Она сейчас старше, чем были тогда вы, Сэн. Это было другое дело. Так, слушайте, если у вас там были какие-то темные делишки, я могила. Я уже достаточно взрослая, чтобы знать. Взрослая. И сколько тебе? Ха-ха, смешно. Мам? Давай рассказывай. Ну, в общем... Как-то мне позвонил парень, якобы с какой-то великой исторической сенсацией. И я сразу поняла, что он жулик. Да, красивый жулик. Я тогда его даже не видела. Но просекла. Сразу. И этот жулик говорит, оплатишь расходы, и я найду тебе гроб Фрэнсиса Дрейка. И, между прочим, выполнил обещание. Да, завел нас в лапы индонезийских пиратов. Да брось, ты же знаешь, это не моя вина. Так, стоп. Тайм аут. Так, говорите, на вас напали пираты, когда вы нашли гроб Фрэнсиса Дрейка. Так, что ли? Ну, да. Типа того, да. Брехня. Манеры. Врете? Лучше. Ладно, я слушаю. Знаешь, солнце светит, лодка ждет, ветер попутный. Хочешь продолжение? Расскажем на борту. Пошли. Погоди, а какой он был Дрейк? Жуткий? Вообще-то его там не было. Да, только его дневник с карты пути к Эльдораду. Золотой город? Это по легенде. На самом деле это была проклятая статуя. Да ладно, честно? Серьезно. Ну, до этого еще далеко. Сначала карта привела нас в сердце Джейдера. Продолжение следует. На этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Хорошо, что вы были со мной, пока я проходил эту замечательную игру. Uncharted 4. Путь вора. И все будет круто, ребята. Я надеюсь, скоро нас ждет какая-нибудь очередная серия, очередной выход новой игры. Рад был быть с вами. И поставьте лайк видео, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новом видео. И всем удачи. Всем пока.